С точки зрения международного права и законов, всех без исключения цивилизованных стран, подобные действия неприемлемы и уголовно наказуемы. Зачинщики задержаны. Против них возбуждены уголовные дела по статье Организация массовых беспорядков. Бесчинцевала толпа. Толпа, которая преследовала эгоистические цели. Толпа, которая была неуправляемой, сметала все на своем пути. Крошила, била, ломала, оказывала сопротивление законным представителям власти. Избуждено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса. Это массовые беспорядки. Срок наказания по данной статье предусматривает лишение свободы 15 лет. Безусловно, мы знаем конкретных подозреваемых. Они у нас есть. Я сейчас не буду назвать фамилии. Наверное, в этом нет необходимости. Но пройдет совершенно сутки, может быть, максимум. И мы назовем этих лиц, которые призвали вот эту бесчинствующую толпу сюда прийти на сначала Октябрьскую площадь. Я должен больше вам сказать. Все это началось еще с 19.00 на улице Немига. Когда, значит, известный кандидат президента уже тогда начинал готовиться к тому, что мы сегодня имеем и чему даем сегодня оценку в рамках уголовного дела. Поэтому мы начинаем отсчет вот этого бесчинства с 19.00 на улице Немига, где присутствовал кандидат президента господин Никляев. Я хотел бы заметить, что Генеральная прокуратура выносила предупреждение в адрес тех лиц, которые призывали выйти после окончания голосования на площадь и провести это несанкционированное массовое мероприятие. Мы делали все для того, чтобы и прокуратура, и другие правоохранительные органы, для того, чтобы предупредить подобного рода незаконные действия. Названа статья 293-го уголовного кодекса. Она, в общем-то, действует давно, предусмотрена давно в уголовном кодексе. Она общеизвестна. И очень жаль, что ее в Республике Беларусь необходимо применять, что по этой статье надо проводить расследование. Безусловно, в процессе следствия должна быть установлена вина и ответственность каждого лица. И уже в зависимости от результатов будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.